здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала с вами опять я елена волчек я хочу благодарить вас за то что остаетесь с нами на канале поддерживайте нас за это вам огромное спасибо а сегодня мы будем готовить рогалики на смальце для них нам понадобится 200 грамм смальца или свиного жира муки 400 грамм сода нам понадобится треть чайной ложечки сметанка сметанка у меня получается 16 процентов вы можете взять любую жирность или же сметанку заменить кефиром 200 грамм 250 грамм джема или густого варенья но обязательно должно быть густое чтобы не вытекала из наших рогаликов также нам понадобится сахарная пудра я ее перемешала с ванилином сахарную пудру я делаю сама поэтому я засыпала кофемолку сахар и ванилин и все вместе измельчила для начала мы берем нашу соду высыпаем ее муку и вот так вот потихоньку перемешаем немножечко затем будем нашу муку просеивать в мисочку в которой будем замешивать тесто муку нашу мы просеяли теперь такую делаем небольшую выемочку здесь в муке и выливаем наш жир жир я растопила в микроволновке но только чтобы он был чуть-чуть легкий только чтоб растопился и был в жидком состоянии а не горячий надо выливаем его в муку затем сюда же вылаживаем нашу сметану еще раз повторюсь можно кефир можно сметану роли не играет и так и так вкусно получается и будем перемешивать сразу ложкой потом руками теперь буду замешивать наше тесто руками хорошо собирать его в комочек и до вымешивать хорошо у меня жир домашний вы можете использовать магазинный я думаю в вашей местности он продается по крайней мере в нашей местности можно купить его во многих магазинах тесто наше я хорошо же руками вымесила собрала его в комок теперь я его накрою и отставлю примерно минут на 20-30 чтобы она постояла отдохнула а затем буду заниматься им и так прошло полчаса мы припылим стол слегка мукою и будем вылаживать наш комок с тестом я его разделю пополам один отложу в сторону а с другого сформирую шарик и буду раскатывать раскатываем наше тесто делаем из него круг затем будем резать на треугольники муки много стараемся не сыпать по минимуму чтобы не забивать лишней мукой я раскатала вот такой круг ну более-менее по крайней мере похоже на круг толщиной несколько миллиметров 2-3 миллиметра не больше я раскатываю а теперь буду его разрезать вот так мы порезали разделили наше тесто на треугольники теперь будем формировать из него рогалики на каждый кусочек мы разложили джем сделали вот такой небольшой надрезик и теперь будем скручивать вот так слегка подтягиваем и вот так вот скручиваем если хвостика не хватает немножко подтягиваем и на низ опускаем чтобы снизу был кончик хвостика для того чтобы не раскрылся наш будущий рогалик и так делаем с остальными в сторону немножко уголки и вот так вот скручиваем вот сторону подтянули и поехали не хватает чуть-чуть вниз и все рогалики наши я выложила на противень на пергаментную бумагу смазанную растительным маслом а теперь будем их отправлять в духовку и займемся следующим кусочком нашего теста вот такие вот красивые аппетитные рогалики у нас получились сейчас мы их присыпем сахарной пудрой потому что тесто не сладко только джим наш сладкий и будем пробовать продегустируем и покажем вам какие они изнутри сейчас я разломаю наш рогалик и покажу какой он внутри вот видите как он крошится ломается песочный какой начинка вкусненький всем советую приготовить такие рогалики вот такие вот вкусные красивые аппетитные хрустящие рогалики у нас получились их получается 24 штучки у меня всегда с этого количества теста одного правда не хватает мы скушали пробовали дегустировали разламывали вам показывали кому понравился рецепт моих рогаликов ставьте лайк кому не понравился дизлайк подписывайтесь на меня с вами была я елена волчек всем приятного аппетита и до новых встреч рецепт в описании под видео а